Здравствуйте, меня зовут Катя. Сегодня я вам представлю бытовой вибрационный электронасос Вихрь ВН-10В. Вибрационный насос предназначен для подачи чистой воды из скважин диаметром более 110 мм, колодцев, резервуаров и открытых источников, например, для полива садов и огородов. Температура выкачиваемой воды должна быть до 35 градусов Цельсия. Обратите внимание, работа устройства в сухую не допускается. Вибрационный насос должен работать не более одного часа с последующим отключением на 20 минут. Насос может работать полностью погруженным в воду на глубину до 3 метров. При этом расстояние от дна не должно быть менее 1 метра, чтобы уменьшить попадание внутрь мелких загрязнений. Вибрационные насосы бывают с верхним и нижним забором воды. Приборы с верхним забором закачивают более чистую воду, что обеспечивает более длительный срок службы. На данной модели верхний забор воды, о чем говорит буква В в названии, а цифра 10 обозначает длину кабеля в метрах. В комплект входит сам насос, трос, хомут и паспорт устройства. Корпус у данной модели выполнен из алюминиевого сплава. Его диаметр равен 10 см. При мощности 280 Вт максимальная высота подъема воды 72 метра, а максимальная производительность 18 литров в минуту. В паспорте указан график зависимости высоты подъема воды и производительности в литрах в минуту. Так видно, что при напоре 40 метров производительность 8 литров в минуту. Для начала откачки воды с помощью насоса необходимо к выходной магистрали прикрепить шланг диаметром 3,25 дюйма и закрепить хомутом. В отверстие, расположенное на корпусе, следует закрепить трос. Узел крепления следует делать не ближе, чем 10 см от входного клапана. Во избежание поломки нельзя тянуть или переносить насос, держась за электрический кабель. Опустив насос в воду, закрепите трос над скважиной или колодцем. Перед первым включением следует подождать 5-10 минут после погружения электронасоса в воду. Ну что, проверим насос в работе? Как видно, за 2 минуты насос перекачал 40 литров воды, то есть для сравнения около 4 ведер. Обратите внимание, что по технике безопасности в цепи электропитания насоса должно быть установлено устройство защитного отключения. Не допускается монтаж, обслуживание, демонтаж электронасоса под напряжением. Во время эксплуатации устройство не требует специального обслуживания, но если вы не используете насос более 10 дней, следует слить из него остатки воды, промыть чистой водой и высушить. Следите за нашими выпусками, скоро увидимся, пока! Субтитры подогнал «Симон»!